Кажется, еще совсем недавно прозвенел последний звонок, а уже вот она рубежная черта в 11-летнем марафоне – выпускной бал. Софья Похвалий сравнивает его с романтическим финалом длинной школьной дороги. Учиться было сложно, да, морально это тяжело. Все-таки знания требуют усилий. Очень сейчас волнуюсь, потому что это такой последний день. И даже не верится, потому что вроде недавно была в первом классе, а тут уже все, выпускной. В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки традиционный выпускной бал на Советской площади был отменен. Торжественное вручение аттестатов проходило в актовых залах школ. У нас в этом году 48 выпускников. Из них у нас 10 выпускников, которые заканчивают с медалью школы. И в этом году у нас есть две выпускницы, которые набрали по 100 баллов на экзамене по русскому языку и литературе. И одна из них стала мультистобальницей. Юткина Юлия. Поздравила выпускников 11-й школы заместитель главы администрации Ленинского городского округа Ольга Доманевская. И пусть вас впереди ждут радостные, счастливые, трудные и всегда преодолимые цели. Со сцены прозвучало много теплых слов в адрес виновников торжества. Ребятам желали удачи, исполнения задуманного и, конечно, успешного поступления в высшие учебные заведения. Ведь многие из них уже определились, где продолжат образование. МИТ МТК на международную политику транспорта. Почему? Ну, потому что меня интересуют отношения политические России и Германии, которые развиваются в сфере транспорта. Я поступаю на управление персоналом гостиничное дело в Санкт-Петербург, в университет Петра Великого. Одним из главных атрибутов выпускного бала для девушек неизменно остается праздничное платье. У меня никогда не возникала проблема со стилем и вообще с одеждой. Как-то сразу увидела, подумала, красный мне идет, значит, вот это вот. Это занимало очень много времени, конечно. Я в последние два дня готовилась. То есть вчера все закупали, чтобы был действительно праздник. Сегодня встаешь утром, рано собираешься в ППХ, чтобы нарядиться, накраситься, сделать прическу. Стоит отметить, что в 11-й школе два стобальника. Одна из них – Арина Аринича. Девушка получила высшую оценку по русскому языку. Я выполняла домашние задания, изучила школьную программу, читала художественную литературу, делала варианты периодически. Обязательно пригодится. Обязательно пригодится. Высокие баллы. Я буду поступать, постараюсь поступить на факультет истории, политологии и права. Окончание школы – один из самых волнующих моментов. Позади беззаботное детство, уроки и шумные перемены. Впереди ребят ждет горячая пора поступления в ВУЗы. И взрослая жизнь, полная интересных событий. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.